Оперативную обстановку в городе, качество очистки Самары от снега, а также организацию работы общественного транспорта и образовательных учреждений в период сильных заморозков обсудили на еженедельном совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной. Температура воздуха в Самаре в понедельник опустилась до минус 28 градусов. Для большинства школьников с 1 по 11 класса до вторника организовано дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме. Серьезных сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. Однако в муниципальный центр управления поступают жалобы от жителей на то, что в трамваях и троллейбусах холодно. Глава города поручила руководителю муниципального предприятия ТТУ Михаилу Ефремову разобраться в ситуации. Продолжается и расчистка города от снега, очистка уличной дорожной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов и подъездов к социальным учреждениям, вывод снежных накоплений. При очередном объезде города были выявлены недочеты по очистке Самары от снега. В ходе совещания главы внутригородских районов доложили о том, как организована работа на каждой территории. Напомним, за содержанием придомовой и дворовой территории внутриквартальных проездов отвечают районные администрации и управляющие организации. Глава районов координирует эту работу. Первый заместитель главы городского округа Самары Владимир Василенко отдельно подчеркнул, что в случае неисполнения УК, ТСЖ, ЖСК и другими организациями взятых на себя обязательств по содержанию вверенных им территорий, документы направляются в надзорные органы. Отдельно на совещании затронули вопрос содержания ледовых ходков на площадях набережной в парках Самары. Этой зимой в городе работают более 120 бесплатных ледовых площадок. Перепад температуры приводит к быстрому разрушению покрытия. За его состоянием следят организации, на территории которых располагаются катки. В преддверии Нового года продажа елочной продукции была организована на 120 площадках. После обеда 31 декабря все елочные базары остановили свою работу и привели в порядок места торговли. У нас осуществлялась торговля на 120 площадках. 31 декабря в 16 часов все уже отзвонились, все объекты торговли были из города удалены. Ну и ликвидировано в течение периода с 16 декабря по 31 декабря 10 не санкционированных елочных базаров. Площадь Куйбышева, где размещен елочный комплекс, залиты катки, работали объекты общественного питания. Во время январских каникул посетили более 10 тысяч человек. Отдыхающие могли поиграть в лазертак, попробовать свои силы в снежном тире, игре, городке и керлинге, который пользовался большим успехом. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.